ребятки делаем вторую партию икры вот такой баклажановый на канале кулинарном есть саня очень резал видите крупно и вот они более такая вот такие более крупного размера получилась икра приготовил банки сейчас они будут закручивать захотел икры захотел захотел ребят смотрите сделал вторую партию это баклажановой икры нарезал чисел и все я сам банки вы это самый помыл крышки прокипятил время кстати 3 часа 33 минуты сейчас буду закрывать как закрою потом перейду к перцам вот они уже здесь лежат буду нарезать ребятки чем сейчас он там говорил что вон один все дело вон стою делаю икру прилично взял что ли время три часа ночи можно он пошел там морковую шубу стелить а я вот разбора это все по банкам и ребятки шоу прав лишь ты пока сплю сам все сделал не ребятки я просто читаю это вырубилась он на самом деле сам делал я вот проснулась помогать сейчас будем этот перец делать и корочка смотрите молодец понравилось дай сам тебе там дверь закрыта на кухне о ребятки вот лажа в прошлом видео было не могу понять люди пишут люба чё ты там этот теперь мы видим чем ты ходишь люба люба осторожней зеркалами ну господи какие зеркала чтоб господи нашла тот момент ребятки это вообще от нас все выключаю надо закручивать и . какие-то крышечки про кипятил с помидорками хотел еще икры поближе ставим они должны быть близко близко к друг другу они должны вот прям обниматься друг с другом так раз два три четыре пять семьсот граммовых баночек 2 литровых баночки 1 вольт 500 граммовая баночка то получилось все накрывает и до полного остывания еще одеяло сверху еще такой же сейчас возьму время пол пятого мы делаем болгарский перец на паприку ночью самое время вот так я чищу сижу видите ребятки вот коробочки семена вот эти потом просушим а санек нарезает вот так он очень-очень такой сладкий да вкусный вот прям вкусный перец красавчик сейчас нарежем взвешиваем взвесим посмотрим сколько было и сколько будет в итоге ребятки значит смотрите саня вот так нарезает я все почистила он все потом переберем это я убираю здесь что надо что не надо семена видите вот коробочки все такие большие есть коробочки вообще вот маленькие переберем потом посмотрим все вот беру что там поддон ставлю сетку сетка у нас идет вместе с поддоном мы сами не делали и вот сейчас ребятки так вот раскладываю сюда перец у нас выбрали дополнительные поддоны и вот так оно все высохнет мы вот делали клубничные чипсы тоже на канале здесь есть и старались что место было больше да вот расстояние было чтобы она быстрее клубника просушилась нет можно и вот так делать оно все просушится также сделаем все поддоны саня вот режет нарезает ребятки переработали 6 килограммов болгарского перца вот этого огромного у нас получилось здесь 10 поддонов 10 поддонов сейчас все это собираем вот так разрезали видите тут получается где-то по 600 грамм на 600 грамм вышла на один вот этот вот поддон вот и сейчас собираем собираем сушилку ставим на 50 градусов и путь сушиться значит убирая сушилку и смотрите время 6 утра значит засекаем 6 утра сейчас я включаю таймер включая сушилку сушить буду на 50 градусов вот так 6 часов ребят пить и сейчас скоро детей через час будет она в школу мы уже спать не будем целичку все вот или сушиться на 50 градусов на улице ночь и сделаем детей в школу опаздываем быстро быстро с утра эти заведенные но ничего сейчас нет ребятки до время блин 8 00 представлять сейчас там нам выговор делал что я я я это все помогала папе да ну во всем и поддерживаем друг друга а как же без этого без этого никак да все едем опаздываем сейчас поедем майкоп надо кое-какие дела сделать дети так быстро растут вот школа отправляю каждого утра и вот всегда с такой этот на душе немножко тоскливо становится но этот настолько быстро происходит что порой знаете вот вот работаешь работаешь время вот идет идет одеть это растут и вот понимаешь что ро от рома уже он уже чуть чуть постарше и с ним уже немножко это его не поцелуешь возле школы он начинает моя ляля все равно ляля конечно это настолько быстро происходит и незаметно порой для нас что аж этот вот здесь вот у нас брату 53 года он для мамы до сих пор ляля до сих пор любимый сыночек маленький любом возрасте неважно сколько там 10 50 лет для всех родителей и дети остаются детьми это да есть такое и вот отправляешь она убежит папочка давай быстрее а ты со мной а ты за мной сегодня приедешь вот вот говорят папина доча да это правда вот она вот мой хвостик как куда я туда и она везде старается постоянно с папой с папой а рома с мамой с мамой и с бабушкой до все ребятки мы едем мы едем майкоп там небольшие дела у нас мы не деловые нет да да кое-какие там и мы потом домой приедем мне еще надо я хочу на кулинарный канал там приготовить ням ням вот здесь майкопе находится дом книги констовары очень хороший магазин здесь много чего покупали раньше очень хороший магазин большой выбор всего раньше здесь детям покупали и дневники и ручки и тетради здесь довольно таки большой выбор и литературы смотрите октябрь месяц а уже появились новогодние игрушки снеговички снеговички днед морозы тарелочки симпатичные на почему на 100 рублей можно взять хотя у нас у нас елочки новогодние тарелочки симпатичные кружечки сарет какая большая кружка ну да сюда как нальешь сколько она стоит 600 миллилитров 150 рублей классно большая такая пряночный домик светильник да уже вовсю сай игрушки сколько вот покупали вот такие ароматизаторы ребят никогда не берите они так быстро выветриваются никакого запаха толком от них нет день-два и все вот какие стаканчики интересные детям пить дорогу с крышечкой принципе удобненькие сколько они стоят 7 рублей 77 рублей давай давай сделайте на голубой и зелененький что за мазохийские эти ну наверно очень прикольно и что теперь отмечать надо такие сарел ужасные что такое вот смотрите вот что это такое для детей да вот вот что такое а колготки искусственное прикольно это нужно там включается на включить тут еще можно но вот это куда вот вот этот как-то с вами как прикольно а тут вообще смотри пиво пиво а я люблю ребятки здесь ходить видите здесь такая посуда такие не толстые сейчас я рублей всего стоят что это царь салатницы супницы что это там пиала можно наверно и подсалат и под свой нет мало вот еще какая тарелка я такую не люблю алякты вот под супчики это пластиковые ребятки едем домой дождь начался видите дождь начался сейчас верочку будем забирать дочь а привет давай идем отсюда я сейчас бегом за тобой как дела мое солнышко всем привет со школы я рюкзак поставлю вспотела жарко ой как жарко все получила да да оценки не ставили к в школе день сегодня провела все хорошо что делали ну играли учились дочечка все собирайся все пристегнулась вот этот красный ремешочек потяни на себя ниже 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 да да хочешь так все все едем дождик все осень осень у нас танец и такой дождь пошел прям ливень давно он собирался до капельки самое смешное знаете что вчера помыл машину вот есть закон подлости да такое помоешь машину на следующий день обязательно пойдет дождь вот именно вот очень часто всегда идет дождь после того как ты помогал машину вот у меня один хулиган двое когда это уже бандиты а когда их трое это уже опг вот растет хулиган он все в доме гоняет мишку гоняет мусю гоняет быстро порой обижается даже вот коридор уходит и спит там вот такой вот маленький а а такой шустрый басик а бась вот муся вот баску не взлюбила вот прямо наш фыркает на него а он игривый такой на нее постоянно лезет запрыгивать на нее она прямо аж убегает вот когда вот домой заводишь ее она домой толком не заходит с басиком не дружит ребят мы еще не спали сейчас вот это доделаем ребятки пока ждем когда перец высохнет подсушится время уже видите опять час ночи не спали я вот решила сделать капусту в кляре цветную помните брала большой вилок вон видите сколько идут обожаю вот так вот капусту в кляре я ее отвариваю сначала а потом обжариваю в кляре вкусно получается много получается видите какая вот так сейчас все обжарю быстро делается вообще без заморочек я ее сначала отварила проблочировала то есть легонечко и потом вот так вот обжариваю вот такая она получается воздушная ута я на ребята без пятнадцати два ночи а мы капусточку едим вкусно обалденно я ее обожаю с ветчинкой домашней ребят я сделаю на кулинарный канал вот эту ветчинку обалденную да сэр перец еще часа три должен посушиться сейчас пойдем я вам покажу его честно говоря жалко даже на паприку допускать он сладкий такой его в суп на гарниры на все что хотите жалко реально на паприку кстати показывали перец красный да сколько он был 40 сегодня уже 55 ута у нас сил нет уговорить правильно потому что только не спали очень вкусно сейчас сезон капуста идет она еще потешевеет она еще потешевеет сейчас она у нас по 45 я ее прямо так беру бланширую и в морозилку зимой достаю и вот так глядя ой какой то вкусно вот прям вот вкусно зимой очень вкусно сейчас я вам покажу перец ребятки не спать ложится смотрите ребятки видите какой перчик стал но он еще видите вот так вот чуть-чуть как бы пружинит вот не пружинит но немножко такой вот еще мягенький еще видите все часа три он будет готов спарить как он усох и тогда видите когда он полностью усохнет видите он еще вот сгибается а он долго крошится когда он полностью высохнет мы сделаем из него паприку еще часа три ребятки а мы пошли спать потому что мы ходим как зомби да Саня да мы не рады ничего ни паприки ни шмаприки ни этой капусте спать хочется ребятки может тоже люди так что мы вас заставляли что ли да не не мне надо волосы покрасить опять чебурек ну ладно все ребятки всем спокойной ночи всем пока всем пока пока всем пока пока всем пока 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 пока